Дорога импортозамещения По крайней мере в военной области это точно Это убеждение берется не просто так Его активно подпитывают СМИ и отечественные производители На прилавках можно увидеть шоколадные батончики с русскими названиями и в иностранном дизайне Или наоборот нарочито исконно русский дизайн упаковки Самое интересное на упаковке это информация о том, кто является владельцем и получателем прибыли Это индивидуальный рацион питания военнослужащего В простонародье сухпайок Страшная надпись «Не для продажи» не должна вас смущать Его можно легко купить на рынке и уж тем более в интернете В рацион входит упаковка жевательной резинки До введения санкций паек снабжался самой обыкновенной жевательной резинкой Всем известных иностранных брендов, лежащих на прилавках каждого магазина Борьба с импортом не прошла бесследно и для них Перевернем упаковку и прочитаем внимательнее Немецкая компания, которой принадлежит в том числе и торговая марка «Ментес» Резидент страны-участница блока НАТО, проводящая учения прямо на наших границах А еще Германия – одна из стран, объявивших те самые санкции, которые вызвали к жизни программу импортозамещения У капитала нет своего отечества Капиталисты всегда договорятся между собой ради получения прибыли В том числе в освоении бюджета, выделенного на армию, призванную их защищать К сожалению, желающих присвоить себе прибавочную стоимость намного больше, чем возможности для ее производства Рано или поздно настанет очередной кризис, и пирог придется делить по-новому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова